Продолжение следует... Продолжение следует... Интересная ведь идея. Он же не просто это делает, как выставку своих успехов. У него успехов много, о его успехах полмира знает. А он это делает, как, скажем так, студию, в которой он будет учить искусство других людей, где будут приезжать люди со всех сторон оббениваться опытом, учить молодежь. Мне кажется, это очень интересно. Поэтому нет неважных проектов. Определенное количество людей в жизни активны. Они хотят сделать что-то новое. У них есть, скажем так, творческое начало. Вот все, кто что-то новое хочет сделать, создать для страны, для реализации собственных умений, наклонности, всех этих людей мы должны поддерживать. А что до столицы Забайкальского края и как здесь себя чувствуют общественные территории? Взять любой сквер, парк или площадь. Каждый день здесь проходят сотни людей от мала до велика. И все они хотят жить в благоустроенном городе с ухоженными общественными территориями. Новости о том, что очередной парк или площадь получили финансирование на реставрацию, сначала радуют, а после загоняют жителей края в глубокую депрессию. А все потому, что забайкальцы начинают видеть то, с каким отношением и власть и подрядчик подходят к такой ответственной работе. За результатом далеко ходить не надо. Взять тот же парк угольщиков или площадь труда. Потраченные сотни миллионов рублей и в итоге нам просовывают не результаты благоустройства, а наспех состряпанные подобия парков и площадей. И на вопрос, а почему же так, ответы всегда одинаковые. Либо денег не хватило, либо подрядчик плохой попался. И часто первая пересекается со вторым. А чтобы не казаться безразличными, наши местные чиновники тоже научились просить у своих старших товарищей деньги на реализацию важных проектов. У нас из-за Байкальского края выделяется 272 миллиона было выделено. На чету одна часть. Вот нам выделено было 51 миллиона. Пользуясь случаем, как бы таким случаем не воспользоваться, мы сделали проект. Это Северный лес, у нас замечательный проект. Тут также прошло голосование. И там 42 гектара. Мы считаем, что он будет самый большой парк, самый главный парк, чем будет участие. На его реализацию нам, конечно, требуется 272 миллиона, но разбили на три этапа, на три года. Но, к сожалению, по финансированию нам, конечно, федерального финансирования пока не хватает, чтобы реализовать эти все проекты. Мы просим вас поддержать на федеральном уровне, может быть, поддержать субсидии Дальнего Восточного. То, что касается про деньги, да, действительно, мы работаем там и федеральными ресурсами, и ресурсами всех программ, и бизнес привлекаем. Но очень важно мыслить творчески, потому что денег никогда не будет хватать. Кто бы подсказал Александру Сапожникову, что попросить денег на строительство нового парка – это не решение всех проблем. Необходимость финансирования нужно еще и доказать. Но этого сити-менеджер, к сожалению, не знал и, соответственно, не сделал. Вот и получил отрицательный ответ. Очетинцам приходится теперь довольствоваться тем, что осталось от общественных территорий, довольствоваться обломками благоустройства и наблюдать за тем, как в далеком селе Укурик Хилокского района появляется новый Ленд-Арт-парк за невероятные деньги. Чтобы понять весь масштаб строительства, только будущее появление дороги от федеральной трассы до парка оценивается в 3 миллиарда рублей. Идея автора Дашином Дакова, безусловно, хорошая – возродить жизнь в родном, никого неизвестном селе, привлечь в парк каких-то пока иллюзорных туристов. Только вот безграничную радость краевых чиновников по этому поводу забайкальцы не совсем понимают. Огромное спасибо. Я надеюсь, что у проекта в чувство, понимаю, что у него огромное будущее. Все сегодня стараются его поддержать. Проекту многие-многие-многие лета вперед. Спасибо вам всем. Не хватает только слез. У вас в центре краевой столицы читинцам и гостям города отдыхать негде, а вы уже строите планы таких масштабов, что это начинает напоминать одну занимательную лекцию от великого киношного персонажа. Да знаете ли вы, что ваш клуб четырех коней при правильной постановке дела может совершенно преобразить город Васюкин? Поэтому я предлагаю. В Васюках надо устроить международный шахматный турнир. И все. На турнир сведутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюкин. Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду «Москва-Васюкин». Аэропорт «Большие Васюкин». Регулярное отправление самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Рео-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! Но если поговорить все-таки о серьезных делах, то нашим правителям не хватает мотивации и желания продвигать идеи забайкальцев и доводить их до конца. Куда легче приехать на все готовое, красноречиво выступить со сцены и потом еще очень долго гордиться тем, что в маленьком селе появился большой парк, которому уже негласно присваивают статус туристического центра всего региона. А что до центра краевой столицы, то здесь еще не появился такой человек, который смог бы обеспечить людям достойную жизнь, а общественным территориям качественный и достойный облик. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАПТВ